Как бы далеко не заходило человечество по пути прогресса, технического и научного, ему никуда не уйти от своих корней, то есть природы. И как подросший и осмелевший ребенок в случае опасности стримглав бежит обратно к маме, так и мы с вами при большинстве неполадок обращаемся к натуральным средствам и методам. Это вполне естественно и объяснимо, ведь и сами мы остаемся частью природы. Хоть и очень самостоятельной, самоуверенной, но все же зависимой и подвластной ее силе. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. И в то же время не сомневаемся, что по сравнению с технологичными и сложными промышленными методами, натуральные рецептуры точно не нанесут нам вреда. НТПП. Растения, экстракты и продукты из них – самый древний, действенный и безопасный способ защиты и заботы о здоровье, известный человечеству. Во все времена травы, листья и плоды использовались для приготовления разнообразных снадобий, лекарств, специй и просто употреблялись в пищу. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Их разнообразие и распространение по территории планеты повлияло на знания и умения разных народов пользоваться разным доступными именно им растительным сырьем. В частности, имбирь, сегодня знакомый всем землянам, некогда был известен исключительно народам Южной Азии. Они-то и научились сами, а затем научили весь мир готовить из него вкусные и очень полезные напитки. Имбирь – свойство, польза и особенности имбирь, в переводе с санскрыта имеет не очень благозвучное имя – рогатый корень. Зато оно сразу сообщает, что основная польза этого растения сосредоточена в его развитом, объемном и разветвленном корневище. Этот корень, причудливо изогнутый, отдаленно напоминающий своим видом сросшиеся между собой картофелины, покрыт плотной бежево-коричневой кожицей, в которой прячется волокнистая, желтоватая мякоть с характерным резким ароматом и острым вкусом. Такие органолептические свойства имбирного корня обусловлены его богатым и сложным химическим составом. В нем сконцентрированы ценные эфирные масла, точнее, линолаул, барниол, бисаболин и некоторые другие органические соединения, незаменимые аминокислоты, соли минералов, калий, натрий. Магний, цинк, кальций, железо, смолы и витамины А, С и группы В. Все эти нутриенты связаны с большим количеством клетчатки, углеводов и жиров. А что касается специфического вкуса, то его создают смолистые вещества класса генгеролов. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Все эти компоненты по отдельности, а тем более в совокупности, сделали имбирь востребованным и в медицине, и в кулинарии. В качестве составляющей фармацевтических препаратов и рецептур нетрадиционной медицины, он способен снимать воспаление и бороться с патогенными микроорганизмами. Применяется для лечения заболеваний пищеварительной системы, повышает аппетит и активизирует обмен веществ. Корень имбиря одинаково эффективен и для избавления от лишнего веса, и для лечения простудных заболеваний. Он укрепляет стенки сосудов, способствует восстановлению хрящевой и костной тканей. Свои полезные свойства имбирь не теряет при обработке и очистке, и потому используется в высушенном и измельченном виде, в форме экстрактов и эфиров, наружные внутрь в рамках ингаляции компрессов. Растирание и даже ванн. И любая из этих процедур оказывает стимулирующее, общеукрепляющее и согревающее действие на человеческий организм. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Но самая удобная и приятная форма употребления имбиря – это разнообразные кулинарные продукты. Сладкие, соленые основные блюда и десерты, мясо и выпечка, соусы и напитки – все это обогащается, приправляется и преображается с помощью имбиря. А напитки с его добавлением пользуются огромной популярностью у гурманов в холодное время года, а также в любое время у тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов и очистить свой организм. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Рецепт имбирного напитка и его варианты, главная особенность напитка с имбирем заключается в том, что у него нет единой рецептуры приготовления. По большому счету, вы можете добавить свежий или высушенный корень имбири в любой напиток и тем самым сделать его имбирным. Это может быть чай, кофе, лимонад и даже компот. Но все же есть основы, которые при добавлении имбиря раскрывают максимум своих вкусовых и терапевтических возможностей. К ним относятся в первую очередь такие. Имбирный напиток – базовый рецепт. Напиток обладает достаточно резким вкусом, который вы можете при желании смягчить сахаром или медом. Для его приготовления возьмите примерно 30 грамм корня имбиря, сок из одного лимона и литр горячей чистой питьевой воды, можно минерально негазированной. Очистите имбирь от кожицы, нарежьте тонкими пластинками и положите в заварочный чайник. Залейте кипятком, залейте крышкой и дайте настояться в течение 50 минут. Затем добавьте сок лимона прямо в заварник или в порционные чашки по вкусу. Если захотите использовать мед, то дождитесь, пока напиток остынет до комнатной температуры, чтобы не потерять целебное качество эпитерапии. Имбирный чай, зеленый, черный или травяной, готовится из 30 грамм свежего корня имбиря, литра горячей воды и количество сухой заварки по вкусу. Заварите чай, как обычно, но перед тем, как залить заварку водой, положите в нее тонко нарезанный имбирь. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Озвучена Яндекс Спичкит. Свежий корень можно заменить чайной ложкой сухого измельченного имбиря, но в этом случае он всплывет поверх жидкости, а это по вкусу далеко не всем. Сахар, мед или другие подсластители можно добавлять в зависимости от ваших предпочтений. Имбирный чай с молоком готовится из полутора стаканов воды, один стакан молока, чайной ложки крупной листовой заварки, черного или зеленого чая на ваш вкус, два чайных ложек молотого или пять тонких. Пластинок свежего имбиря, два столовых ложек сахара и один чайной ложки молотого кардамона. Имбирь, чай и сахар смешайте в ковшике, залейте водой и доведите до кипения. Через три минуты после закипания, влейте молоко тонкой струйкой и дождитесь, когда напиток снова закипит. В этот момент положите в него кардамон и тщательно перемешайте. В бокал или чашку перелейте чай и положите мед по вкусу. Имбирный кофе, особенно из зеленых необжаренных зерен, мощное антиоксидантное и противораковое средство. Заварите кофе любым привычным вам методом, в капельной кофеварке, эспрессо-машине или по-турецки. И перед тем, как налить его в чашку, положите на ее дно кусочек свежего корня имбиря или половину кофейной ложки имбирного порошка. Дополнительно можно сдобрить напиток молоком, сахаром, медом, ванилью или другими пряностями на ваш вкус. Имбирный латто для кофейных гурманов или просто на десерт – прекрасная альтернатива калорийным сладостям. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Вам понадобится чайная ложка сушеного имбирного корня или пара тонких пластинок свежего имбиря, одна порция свежезаваренного эспрессо, пол чашки молока, сахар по вкусу и баллончик со взбитыми. Сливками. На дно высокого стакана положите имбирь, затем налейте поверх него кофе. Молоко взбейте в пену с помощью кухонного парогенератора и аккуратно вылейте поверх кофе. Украсьте сливочной шапкой. При желании можно присыпать сливки тертым шоколадом, порошком какао или кокосовой стружкой, что подскажет вам воображение и вкус. Имбирный глинтвейн – это один из лучших согревающих напитков, способных предотвратить развитие простуды. Возьмите полтора литра горячей воды или заваренного чая, 30 мл коньяка или рома, 50 г кураги или цукатов, половину свежего лимона, один небольшой апельсин, несколько зубчиков гвоздики. Щепотку молотого или 5 тонких пластинок свежего корня имбиря, мед или сахар по вкусу. Нарежьте цитрусовые на дольки, положите в заварник и раздавите до выделения сока. Добавьте к ним сухофрукты и гвоздику, имбирь и алкоголь. Залейте водой или чаем, перемешайте и накройте крышкой. Мед добавляйте в порционные бокалы после того, как напиток немного остынет. Имбирный лимонад – прекрасное освежающее средство в летнюю жару. Для его приготовления понадобится только 2 литра воды, стакан сахара и примерно 50 г свежего корня имбиря. Имбирь нарежьте крупными кусками произвольной формы. Измельчите его в кашицу в блендере или кухонном комбайне. Положите в кастрюлю, засыпьте сахаром и залейте водой. Доведите до кипения, постоянно помешивая. Выключите огонь, перелейте в графин и оставьте до полного остывания. Затем можно добавить к лимонаду листья мяты, лед и хранить его в холодильнике. Текст озвучен с помощью Яндекс.Пичкит. Как видите, имбирь – это универсальная, пикантная на вкус и очень полезная для здоровья добавка к вашим привычным напиткам. Вы можете комбинировать его с любыми чаями и травяными настоями, какао, горячим шоколадом и соком. Фриши и натуральные смузи с имбирем – это идеальный бодрящий утренний напиток, содержащий большое количество витаминов и микроэлементов. А гурманы-экстремалы могут попробовать приправить имбирный чай молотым перцем, чесноком, корицей и даже куркумой. Идеальной основой для таких экспериментов может стать и томатный сок. В общем, имбирь позволит вам осуществить множество кулинарных фантазий и экспромтов, и каждый из них согреет, тонизирует и укрепит иммунитет. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.